В поселок Федоровка вернулась горячая вода. Люди ждали этого почти два года. В девяти домах были сломаны бойлеры, но управляющая компания не хотела ремонтировать их за свой счет. Заставить коммунальщиков работать удалось после вмешательства в ситуацию депутата Госдумы Владимира Бурматова. О том, что ЖЭК сделал ремонт, жители Федоровки рассказывают парламентарию. Этим летом Владимир Бурматов лично выезжал в поселок и разговаривал с коммунальщиками. Бойлеры сломались по вине самой управляющей компании. ЖЭК их неправильно эксплуатировал, а после решил собрать деньги на ремонт жильцов. Просили почти полмиллиона рублей. Люди были возмущены. Указали, что они не подлежат эксплуатации, что они подлежат замене полностью. Но, как выяснилось, последствия, что наши бойлеры подлежат ремонту. И не капитальному ремонту, а обычному текущему ремонту. Депутат Госдумы отправил запрос в госжил инспекцию прокуратуры. И только после этого ЖЭК начал шевелиться. Ремонт, как выяснилось, компания обязана была сделать сама за свои деньги. Судей пытались взять с каждого дома по 400 тысяч рублей на замену этих бойлеров. Абсолютно незаконно, причем эти деньги пытались взять. Мы включились в эту ситуацию, позанимались ей. В итоге выяснилось, что управляющая компания сама набедокурила. И сама свои проблемы пыталась еще и на граждан переложить. После этого инцидента жители намерены отказаться от услуг ЖЭКа и создать собственное ТСЖ. Продолжение следует...